ребята привет давно я обещал рассказать про ловки от рх лурис но все как-то блогер из меня такой набрался сегодня сил и решил снять видос ну вот это старый оловок первый который вот у меня появился сколько там четыре года назад они уже раритеты я про них рассказывал он уже их не выпускает и навряд ли будет выпускать но я думаю что его свойства до сих пор актуальны то что он умеет новейшие ловки делать не умеют я не виду скоростная проводка когда он идет чуть-чуть в толще воды и тащит за свой за собой кому летит кавитационный кавитационный пузырь вот этот новейший оловок такое не делает и этот тоже пред новейший тоже не делал а это делает и поэтому я думаю он еще будет иногда у него и своя игра неплохая нравится жереху и вот такая быстрая когда жерех активных быстро его тащишь и он ровно он ровно вообще идет но может что-то там он и играет на глазу не видно и этот пузырь кавитационный тащит а вот этот оловок тоже уже раритет это же он уже их не делает и наверное делать не будет я он у меня появился в восемнадцатом году конце года я начал на него ловить в прошлом году девятнадцатом году поймал какое-то количество жерехов сколько там не помню но больше он мне запомнился я на него поймал сама на 6 800 сон клюнул очень не запоминающий заброс на это самое на дальнюю дистанцию и вот веду его на снос и сом и высвета где-то часов после девяти вечера июль месяц сон выскакивает из воды атакует его я с дальней дистанции этого сама вылаживаю сон получилось так что он его в одну тройник у него сел на морду он его я не думаю что он там промазал я вообще считаю что рыба не мажет она в такой это самое если хочет сожрать она сожрет если она и где-то может редком случае промажет она развернется опять это самое эту приманку или какую-то там добьет это все мы наши это как говорится придумки что мажет она просто бывает может бодает и вот мы думаем что типа промазал а это сон я думаю он просто атаковал может даже он его и съесть не хотела не хотела плывет какая-то байда трясется раздражает он его решил носом ткнуть а крючочки тут хозяйстве хозяйские как у меня товарищ говорит овнер морские и он на нос его на морду нацепил его и главное он двумя нацепил один сломался а второй выдержал я его дотянул сама кому интересно у меня в фейсбуке в инстаграмм этот сон есть там фоточки есть его и вот мой товарищ уговорил этого роберта сделать еще он сделал штук восемь еще я два штуки урвал больше сказал делать их не будет и вот он тоже очень хороший этот оловочек тоже так вот немножко рулинг такой небольшой такой как бы дрожит и вот ведешь его на это самое на снос но его можно и на быстрой проводки так я смотрю но я его не использую потому что есть для этого другие приманки после этого оловка появился вот такой оловок он у меня появился в прошлом году в конце года где-то в сентябре или в октябре даже я на него успел даже поймать около четырех или пяти жерехов весит он 16 грамм летит очень даже неплохо хорошо ну тут он начал делать еще вот такой это уже трансформер это оловок джампер кольцо это самое это петля носу и наверху носу он идет как оловок для пассивного жереха на верху кольцо для того чтобы его вести активно поверх он идет зигзагами это для гиперактивного жереха который не так часто бывает в таком состоянии его еще надо в таком состоянии заставить найти приманка отлично 16 тоже грамм летит тоже неплохо у меня 2 я немножко отгрузил один не отгружены поэтому разные ну там когда ветер шо подгруженого выкинуть где-то вот такой оловочек вот у него еще появились вот такие джамперы этот джампер у меня в прошлом году появился этот старый джампер он почему-то с отгрузкой как не валяшка такой стоит а этот более новейший джампер он уже лежит нет у него такой отгрузки как у этого и разная у них игра этот мне показалось старый он тоже его по-видимому уже не выпускает и не будет выпускать а этого этот старый мне кажется летит получше немножко и у него немножко другая игра он за нижнее кольцо его вставляешь он идет как его как волкер его даже не надо ему это создавать игру просто держишь и он вот так играет как волкер этот сверху тоже его кидаешь и по верху он это сам и скачет а этот уже немножко по-другому за низ его делаешь он такие глайды делает в толще воды тоже такие красивые а за нос тоже телепается так своеобразно но я их еще не разловил и никаких еще у меня поползлений жереховых на него не было ну приманки интересные конечно будем пробовать если хватит как говорится времени и прочего то мы их попробуем разводить и вот еще одна интересная у хаммера приманочка вышла дуба он назвал по-видимому потому что слезал с этого дула как он называется байрав манник есть такая приманка вот он это самое с него слезал к берется скопировал но я скажу вот он 11 грамм весит однако летит очень даже достойно если нету боковых всяких ветров очень он так вот на 0 на 0 8 плетенок плетеночки восьми жилки он даже неплохо улетает тут два крючочка предназначена ставить но я оставлю только один я тут решил не ставить это самое мне я думаю будет нормально с одним крючочком если что поставлю это самое пока на него не было никаких покушений но он мне очень нравится игра у него такая дрожь вот дешево нас ножом так и прямо дрожит так красиво это самое жерехово но пока никто на него не позарился вот я все хотел оригинал такой купить дула что-то мне не то бежать жаба особо не скажу что жаба душу но что-то никак не знал выбрать какой там размер там у них очень много размеров разных взял китайца с алиэкспресса такой же но я скажу вот этот китаец 18 грамм и этот 11 грамм мне кажется этот 11 грамм по полету получи китайцы за счет геометрии он немножко уже этот китаец шире возможно из-за этого не знаю я не физик но китаец тоже вроде так неплохо играет это самое но посмотрим если не дойдут руки до них до когда их обоих посмотрю когда кто-то из них как будет работать вроде бы и все про ловки все рассказал ну там у него у рх у хаммера еще там эти мягкие раплины новые ну я на старые ловил на новые пока еще ничего не поймал но я особо в них не упираюсь они как-то мне уже не особо интересно я уже на них много лет назад половил уже их а лежат так лежат кидаю когда они кидают так что все вроде потом я хочу еще про цвики рассказать очень хорошая приманка делает мой знакомый хороший товарищ очень неплохая приманка ну я пока их не разловил но они перспективные выходов у них на них было очень много хорошо играют но это другой раз ну давайте ребята спасибо за внимание